объявляется начало семнадцатого тура и так 17 тур чемпионата москвы по блицу стартовал и мы видим партию грачев голубов партия лидера турнира против молодого шахматиста молодого блицора тоже очень сильного и не будет этой легкой прогулкой для бориса я думаю эта партия любой результат здесь возможен но посмотрим сейчас излюбленная слон f4 грачева ну черные отреагировали каким-то интересным построением d6 c6 я думаю тоже вполне возможно черный проводит ход е5 что дальше вопрос не очень с этим нравится расстановка черных бывает лучше по моему вот c4 конь c3 интересный грачок кстати сыграл немножко видоизменил свой план он в этих позициях уже здесь очень опытен и конечно может по-разному действовать не только c3 конь d2 как там принято здесь мы кстати видим что по моему белый перевес и дави добились дебютного что делает ферс на c7 какая-то не самая убедительная расстановка за черных вот мне больше понравилось как несколькими турами ранее действовал к михаил кузнецов после грачу против грачева большая слон b7 c5 а здесь слона c8 пока стоит ладьяна 8 а вот взять и c5 это что такое взял c5 это слон f8 единственный ход дан доске я думаю сейчас это одно из c5 слон f8 и конь d2 например вполне интересно вполне возможно ферс d8 там есть правда ход можно сразу пойти конь d2 а конь d2 похода она и d4 висит нет зевать не надо ферс c2 ну борис здесь довольно так играет я не уверен что он правильно играет можно было какое-то принципиальные там избрать продолжение но он практичный шахматиста он зато быстро сделал два хода здесь уже он сделал ход c5 ну по-моему уважаемые зрители там на хода 3 раньше было это гораздо интереснее потому что не обязательно все таки ферзя там на c2 оставить а черные делают все полезные ходы солнце 4 к пешке всем пытается подобраться сейчас конь g5 с уферс b3 такие у него намерения владея е8 да сейчас черный савелий да правильно все выменивает разменялся на е8 что теперь белыми сделать белыми надо как-то пытаться давить на позицию соперника может b4 поставить не уферс b3 и получает немедленный ход b5 очень быстро и уверенно и ну кстати вот медленно как-то здесь борис все-таки все это делает по моему нет проблем уже никаких у черных а может и уже последние пять ходов и не было проблем висит слон предлагается взять на проходе cbab но и в обоих случаях и после отхода я не думаю что чем их где то есть затруднения а вот кстати а есть ли затруднение у белых может быть уже так надо в таком ключе надо обсуждать и времени уже больше значительно по моему интуитивно у черных значительно больше время ферс d8 действительно висит пешка если cd слон d6 там надо 4 будет какая-то слабость с другой стороны на c6 слабость но черным уже понятно игра как играть поле d5 есть да похоже здесь уже на на перехват мне кажется савелью имеет смысл здесь уже пытаться перехватывать взял-взял конь d7 правильно правильно ферзь е7 сейчас ферзь c7 конь c5 пока угрожает ферзь c3 надо ходить белым ферзь а3 он сыграл ну что ж там на е7 хочет залезть на ферзь c7 хороший ход сделал борис да хороший ход вот нашел нашел способ опять может пока ферзь d6 да вот этот ход я тоже кстати пропустил ферзь a3 очень сильный ресурс ферзь на d6 влезает или на е7 тогда может быть не надо было сюда идти черным я не думаю что опять же такие большие проблемы каких-то при ходах вот типа конь b6 может быть а что на ферзь бьет a7 здесь ферзь бьет a7 давайте смотреть ферзь бьет d3 если то ферзь бьет b6 а он так и взял зимнул похоже пропустил удар ферзь бьет a7 голубов и что мы видим что у него большие проблемы сначала ферзь a3 он зимнул такой ход хороший а теперь вот ферзь a7 это уже серьезная серьезная заявка на победу в этой партии украд грачева да просто пешка лишняя стала сейчас посмотрим правда пока коня 4 он хочет съесть и слона и пешку на b2 слон c2 слон b3 или слон е4 еще есть ход конь d4 конь d4 кстати напрашивалось он сделал ход b3 кстати интересный конь c3 не уверен я кстати в последнем ходе белых слон c2 в итоге пешку он справа сохранил b4 конь на c3 сильный ферзь c5 надо поставить сейчас я думаю поставить борис ферзиан c5 но он хочет поменять еще можно поменять кстати но он поставил ферзиан c5 да это такой знаете ход рукой который делается в таких позициях вот сейчас надо где-то с е6 все-таки савелий очень очень находчиво защищается мы видим что пешки нет но время он заставляет тратить и сейчас бы интересно взглянуть на часы на показания часов все-таки как-то но приблизительно у голубова здесь значительно больше времени думаю минута по-любому к сожалению мы не можем увидеть этого но тут а по давайте позицию пока лучше пообсуждаем здесь по позиции он отыграл пешку и в общем то уже видим и судя по последним ходам это уже похоже на ничью хотя грачев попытается выжимать из минимума коина d4 конечно гарантирует белым маленький перевес но я думаю все таки тут ресурсы защиты должны быть достаточно для ничей а в 6 надо провести в 6 6 обязательно не хочет ходить в 6 интересно что на король g5 то ну по-моему вы шахматисты сейчас пропустили вот король g5 было белых просто против в 6 и и там король проходил ну точнее вызывалось h5 так ладно и в 6 попробуем тут сбоку на большой скорости взяли-взяли g4 так но будут какие-то шансы здесь на победу мне кажется мизерные шансы у белых на победу поэтому здесь скорее всего будет ничья давайте попробуем другую какую-нибудь партию посмотрите у него значит у нас как из конкурентов опарин и им разевич так у нас мы видим партия савченко и ковенко как-то завершилась ну вот каким-то видимо результатом сожалению нам не видно тут так кто еще играет ну давайте посмотрим вернемся к нашей партии грачев а тут кстати а тут много событий произошло тут между прочим выжимает из ничего борис эту партию но я пока правда не вижу как все равно выиграть да то есть это он многого добился выиграл пешку как-то пешку на f4 все-таки может f4 и f5 толкнуть и g6 она опять всегда будет слом b1 то есть идея есть идея есть сейчас посмотрим короля можно попробовать на f6 поставить так вот он короля ставит на f6 так а теперь а и конь на f8 нельзя конем на f8 f4 где-то надо ставить пешку f4 f5 конем сделать 49 ходов потом f3 потом опять конем 49 ходов накопить время и подумать так вот опытный блицор савелий голубов просит считать начать 50 ходов что ли или это что означает данная остановка времени вообще еще рановато потому что пешка на f3 вот я думаю на на f4 пойдет спустя несколько ходов это кстати хорошие возможно сейчас грачеву подумать если шансы вот он сейчас этим этой паузы пользуются активно смотрим так вот что то он по моему придумал вот я не знаю по моему не нужно было сейчас останавливать это дает дополнительное дополнительное время на на раздумья так пешку на f4 конечно мне кажется там с f5 g6 надо 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 думать вообще похоже на победу там так значит вот коня переводит ну да конь на е7 и f5 g6 знаете уважаемые зрители по моему конь идет на е7 идет следует ход f5 и это победа вот вот не нужно было это паузу да пауза была очень кстати и в 5 здесь и в 5 побеждает ход мы видим не сложная победа и борис ее находит gf ну же 6 тут все что а стоп кони в 5 король аж 5 еще есть но это должна быть выигранная конь там ой что это я говорю да да это это не только борис это пропустил ход и да неожиданно ничья получилось все таки видите как драматично сбоку не так просто смотреть ваш комбинатор тоже забыл о возможности хода слоны в 5 а там была интересная позиция после же 7 и же 7 слон а2 там был единственный ход да как она там успевал ли конь на f7 кстати не факт может быть все равно это была ничья интересно даже понять еще был ход конь конь g8 ладно это можно будет потом посмотреть эту позицию а у нас я так понимаю тур закончился все пары завершились играть так у нас это был у нас еще два тура впереди и сейчас мы узнаем результаты к сожалению пока непонятно как сыграли конкуренты как сыграл частности маразевич как сыграла парен мы это узнаем спустя пару минут когда начнется следующий тур